Всем привет! Это Лукашвит. Добро пожаловать на мой канал! Вот такие чудесные рамки в количестве семи штук я купила. Проблема в том, что у них нет стекла, но я их еще не открывала. Они все деревянные и это светлое дерево, но без лака, без всего, то есть просто дерево. И сами знаете, что в фиксе найти, чтобы было вот просто вот, допустим, нужно семь штук, чтобы они были в количестве семи, это редкость. И, соответственно, они не все одинаково хорошего качества, тут есть очень грубая работа, вот, в частности. Но, с другой стороны, они выглядят натурально и это очень важно. Стеклышек, я думаю, скорее всего, может быть, в них нет, а может быть и есть. Я распечатаю, расскажу и объясню. Вообще, как бы это для офиса покупалось. Это половинка от четвертого формата. У нас просто семь гвоздиков на стене там. И вот нужно было одинаковые рамки, чтобы не выдирать гвозди и не переделывать там стену. Проще повешать всем каких-то своих картиночек. Очень активный. Я себя highways� на дорогах. Очень ergonовая. Хе-хе-хе. Что это мы можем применить. П babéswise. Накладочка. Мой заказ пришел в другой офис. Я сейчас туда иду. Это здесь вообще рядом, здесь метро. Но тем не менее, придется поесть. Я когда вижу надписи, Ангарск, лучший город на земле, у нас такие надписи везде, везде. Я вот не могу понять, чем вот это вот обусловлено утверждение голословное. Это мы практически в центре, ребята. Хрущевочки пятиэтажные. Вот такие дороги классные. Я потом сниму вам дороги. Кстати, сейчас проезжала, увидела, что ателье шармы закрылись. Или шансы. Да, да, шансы они, короче, называли. Может быть, они переехали, кто знает, напишите. Я просто давно их уже не знаю. Вот, мы подъехали к этому потрясающему зданию. В лучшем городе на земле. Как-то так. Вот. И мы сейчас, короче, где-то выгружаемся. Вот где-то здесь будем искать уже парикмахерская, трам-пам-пам. А вот и фаберлик. Так, наверное, у меня будет лучше. Вообще супер, конечно, я обновляла. Я бы губить ванну такой вообще была неспособна. Короче, кто не знает, где фаберлик, это надо обходить. Вот здесь. Лучший город назову. А, вот, вот, короче, логотипчик я вижу. Видите, шарфик, фикс, прайсик. Вот это, круто. Скоро будет обзор каталогов на моем канале. Это такой магазин Автомир Чайковского 1. Перестройку закрыли, представляете? Кто сказал, что блогеры, женщины не ходят в строительные магазины, и во всякие технические. В общем, мне нужен двухсторонний скотч на этот самый. Ну, нужен он мне, в общем. Я пришла, и вот такой вот скотч 3Мовский. Смотрите, где я его взяла. Вот его стоимость. 1 метр 190 рублей. Вообще прекрасно. Вы уже... Сейчас мы будем рассчитываться. Мы едем в Иркутск, в Европлату. Сначала в цирк. Мы там встретим с Вадима. Сначала в цирку, мы там встретим с Вадима. А потом мы поймем, я по классу, потому что мне там надо прикрутить телек. И Кольским встретить. Сейчас будем отвечать. Ну, я скажу, что мы на красть нефти. Это мы на заправке красть нефти, говорят, был рейдерский захват. Вот мы сейчас будем выяснять, что к чему, говорят, на подъезде к Иркутску, вообще ничего нет. По области? По области даже, говорят, они просто, ну как, стоят в заправке-то. Но нет этого. Там рабочих нету на этих заправках. Вот мы сейчас выезжаем из Ангарска, и я вас просвещу на пить. Мы заехали в Наволене на Иркутск. Я эту дорогу знаю лучше, чем вам может показаться, на первый взгляд. Я ездила, когда была студентка. Тогда все это было красивое, пристойное. Сейчас, конечно, смотрится очень много. Здесь надо что-нибудь построить красивое. Новое. Это хит-гура, да, просто. Да, короче, мы с вами в цирке Ребзи. Посмотрите, я не могу передать запах, это нереально. Сверху свежего сена и говна чувствуется. Запах свежего сена и говна. Мы ходим тут с моим товарищем, мне показывают только его ноги. Краю родном пахнет сеном и говном. Да. Ай! Осторожнее. Я сейчас нахожусь в помещении, из которого фотосъемка запрещена. И даже из-за кошка. А я тебе только их показывал, что ты меня не возил. Так а мы с Ванькой так же пробегом были. Все по лестнице прямо и опять на лево. И на лево в него колеса. Ну, там я разберусь. А как сон в это колесо? Какая прелестная картина, смотрите. Вообще супер. Вот. Это родственник моего кактуса. Вот он у меня примерно к этой стадии приближает. Представляете, у меня дома такое будет. А был он вот такой маленький. Смотрите, какая красота. Это иркутские, видимо, дети рисуют. Да, школьники. И тут вот такая огромная выставка картин. Иркутские, видимо, дети рисуют. 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 Иркутск во всей своей осенней краске. Белая не надевать, обтягивающая, не носить город очень пыльный, кстати. Но если вы в сером, как я сегодня, и даже в черном местами, то вам точно ничего не будет. Торговый комплекс вообще непотопляемый, как бурбий варяг просто. Здесь все расстроилось, там, территория. Наскуда как-нибудь забежать будет. Сто лет там не была. Вот, короче, такие, вот с таким рядом соседствуют. Это мы тут съедим. И вот такие центры, тут реально, на красном шагу. Сильвер. Но это не тот Сильвер Молк, который на другой стороне. Иркутска, ну, берега. Я на пронец-то покажу вам свой офис. Вот она моя простая уличка, кстати. Вот, короче, чтобы нормально встать. Это мы ездим к нашим Европлацам. Очень сложно с парковкой, ребята. Изменилась все. А? Типография, да? Наверное. Здесь вообще не припарковаться. Нет, конечно, можно вовнутрь заехать, но там все платно, говорит, все занято. Вот в Иркутске всегда кто-то стоит, кто стоит, а где машина встает? Пожалуйста. Кто хочет хочет сюда? Я бы с удовольствием. Да, у меня случай. Мы, короче, едем к Европлазе. Вот такие львы. По ним вы ее найдете, не ошибете. Европлаза, вот она. Смотрите, вот этот перекресток. Вот эту лестницу моют по пятницам. И она бывает сколько. И поэтому закрывают вот здесь вот шторку вот эту. Это мы в лифте едем. Мы не трогаем. Вот они, товары из Фикс Трайса. И пойдем в офис. Как я и обещала, вот, собственно. Все привезла. А что? У кого-то есть возражения? Если есть, возрази. Вот так вот. Я в цирк заезжала. Вот это вот крепление на билеты. Мы там желтые как бы оставили. У нас еще вот такая часть. Заказывали через ангарскую полиграфическую фирму Рейн. А делала Иркутская. Я напишу, как называется. Потому что мы с таким количеством организаций общались, что просто реально мозги взрывались. Все запомнить невозможно. Она как-то или принт, или... Ну, в общем, какое-то такое короткое слово. Просто вылетело из головы. Возраст уже, кого скоро полтинник. Бед, представляете, что творится? Это пыль. Это мы выезжаем из Иркутска. Здесь просто посмотрите, как можно кино снимать. Вот тут адский ад. Зловещие мертвецы. 15, 16. Короче, это машины по... Вот как бы здесь асфальт. Вот здесь просто дорога. И они, чтобы обогнать пробку, мчатся по этой дороге. И вот такая красота. Представляете? В общем, одни приключения у меня сегодня. Какие-то такие нереальные. Я не буду сильно... Там какой-то завод дымит. В общем, круто. Я вообще первый раз такое вижу в жизни.